Если дом обрушится, это будет еще одна история, как с Булгарией. Больше года назад территорию соседнего с этим домом оврага исполком сдал в аренду фирме «Айгуль». Договорились, что предприниматели построят здесь многоуровневую парковку, а заодно и укрепят склон оврага. Но именно после того, как край оврага срезали, по всем стенам хрущевки пошли трещины. Нам по-настоящему страшно жить в этом доме. Академик и профессор Трофимов показывает, что вдоль дома отмостка вся отошла, оторвана. И вот крыльцо прикреплено железными рейками, они тоже оторвались. То есть он утверждает, что дом дает просадку. И опять-таки это говорит о том, что дому грозит разрушение довольно скорое. Из-за начавшихся работ, по словам жителей, минувшей весной они лишились части придомовой территории. По всему краю оврага сполз пласт земли шириной полтора метра. Люди обратились с жалобами в прокуратуру. Проверка подтвердила, дому грозит опасность. 19 сентября 2012 года состояло судебное свидание в Ахитовском районном суде, куда ответчики не явились, проигнорировали требования. И судебным судей в Ахитовском районе было вынесено заочное решение. Признал бездействие спонтанного комитета муниципального образования города Казани незаконным. И обязал провести обследование в доме номер 8 по улице Галеева. Несмотря на решение суда, районные чиновники уверяют, никакого вреда дому начавшиеся работы принести не могли. Тем не менее суд обязал городские власти проконтролировать таки укрепление оврага и собрать комиссию, которая обследует дом и решит, аварийный ли он. Если да, то жителей необходимо будет переселить. Вот он этот злополучный овраг. Как видим, в настоящее время здесь никакие работы не ведутся. Жители опасаются, что если засыпать вот эти провалы не начнут и в этом году, то будущей весной, благодаря талым водам и мягкому грунту, здесь может случиться настоящая катастрофа. Светлана Белова, Альфред Камилевский, телеканал Эфир.